давайте перейдем во вкладку страницы здесь во первых нам нужно перейти в страницу sample page конкретно в ее режим редактирования для этого наводим на нее курсор мыши кликаем поизменить здесь переходим в атрибуты страницы выбираем шаблон по умолчанию главная страница кликаем обновить теперь переходим снова во все страницы находим магазин кликаем изменить и нам нужно переименовать эту страницу в каталог теперь внимание мы хотим чтобы наша наша страница была с сайт баром справа поэтому по умолчанию нас стоит справа если вы хотите на поставить слева сайт бар то вот это выбираете если без сайт бара на всю ширину то вот этот если с рамками то вот это что такое сайт бар сайт бар это такая область с краю в основном расположены для где можно где вы наверно видели в интернете магазинах можно выводить какую-то информацию если это пост блок блок и кто этот дополнительные какие-то посты в интернет магазинах это различные опции фильтры ставятся возможно другие категории товаров в общем нужно справа сайт бар поставить поэтому устанавливаем справа сайт бар переименовали кликаем обновить все страницы далее нам нужно у страница мой аккаунт изменить переименовываем ее в личный кабинет шаблон не трогаем обновить также нам нужно добавить страницу контакты наверху если такая такой плюс наводим на нее выбираем страницу отсюда можно любить и любой тип контента выбирать либо записи также товар можно добавлять и многое другое посмотрите посмотрите потом наша страница будет называться контакты справа сайт бар шаблоны по умолчанию так опубликовать хотя не давайте контакты сделаем на всю ширину у цвета выбираем и обновить также нам нужно страница о магазине но дело в том что стране на страницу магазине будет вести ввести слайдер который будет расположена у нас на главной странице этот слайдер туда в этот слайдер подгружаются посты твои записи поэтому страницу магазине нам нужно создать в виде записи переходим записи кликаем изменить и нам нужно изменить вот эту одну шаблонную запись вводим о магазине это все дело удаляем и обновить а еще давайте подгрузим аватар изображения этой записи для того чтобы она выгружалась в слайдер я уже все изображения которые мне нужно будут я здесь уже завел если у вас скрылась панелью так как у меня на колесико шестеренку нажмите на 10 отобразится здесь вот есть вкладка изображения записи кликаем установить изображение записи в библиотеке я выберу сейчас изображение для записи вот оно изображение выбрал установить изображение все установили кликаем обновить и переходим в консоли туда возвращаемся главное представление консоли по предварительной настройке доп страниц это все далее нам нужно создать форму и так для создания форма обратной связи у нас есть специальная вкладка в по форм заходим сюда у нас будет две формы 1 на консультацию другая короткая для быстрой покупки товара она будет называться купить за клик давайте создадим первую форму консультация для этого кликаем вот по кнопке новая форма здесь вводим название формы консультация наводим на пустая форма выбираем шаблон пустая форма форма генерируется здесь нужно добавить два поля имя и телефон справа у вас превью окно по которым вы будете собирать форму слева поля с помощью которых мы можем собрать форму кликаем во первых нам нужно поле имя кликаем по полю имя и во вторых нам нужно поле телефон но она у телефон есть платной версии этого плагина но мы можем ставить его как строка текста кликаем по строка текста вставилась теперь для того чтобы настроить первое поле кликаем возле его имени возле его название с правой стороны открывается слева панель настройки этого поля формате выбираем простое далее в раши она обязательно уже выделено по умолчанию это то что нам надо и у расширены опции переходим и нам нужно вставить замещающийся текст имя и скрыть название поля и увидите поля приобрело вот такой вид то есть как бы подпись к нему исчезла но появился placeholder с названием поля а когда клиент начнет водить какую-то информацию в это поле это подсказка исчезнет это считается сейчас современным подходом к созданию таких форм раньше было вот так вот когда под подпись лейбл указывал указывал сейчас используется placeholder теперь то же самое здесь кликаем на по настройке этого и в это этого поля до вводим название телефон делаем его обязательным заполнению расширенные опции переходим замещающийся текст телефон скрыть название поля ставим все отлично теперь переходим во вкладку настройки здесь консультация название формы у нас идет давайте здесь класс css класс кнопки отправки формы вы должны вставить вот так вот батон нижнее подчеркивание форма это нужно для того чтобы мы потом могли настроить дизайн нашей формы так далее переходим в подкладку уведомления здесь удаляем вот эту новая запись для и оставляем только консультация это название будет отображаться в качестве темы письма которая будет приходить к вам на почту когда клиент решить с вами проконсультироваться это адресат от которого будет приходить письмо да а вот если вы хотите получать письмо на email другой нежели которые указали при установке wordpress то здесь вставляете свой email если вы хотите получать уведомление на тот email который установ который указывали при установке wordpress то оставляетесь этот админ email неизменным далее переходите в под вкладку подтверждения здесь вам нужно короче есть три варианта три варианта развития событий после того как клиент отправить вам информацию с данной формы вы можете выводить ему сообщение какое-то вы можете ему его перенаправлять на любой на любой url адрес в интернете либо папка показывать какую-то страницу благодарностями мы будем вам мы будем выводить сообщение мы должны этот текст сделать шрифт жирным шрифтом до выделить посередине поставить в конце там восклицательный знак и сделать слово вами с большой буквы вот и в принципе настроить по настройке этой формы это все мы должны сохранить изменения кликаем сохранить и выходим из этой панели вторая форма это купить за клик здесь значит мы именем для того чтобы не создавать самого начала данную форму мы должны про скопировать имеющуюся форму для этого наводим на нее курсор мыши кликаем дублировать вы кликаем окей появилась скопированная форма кли наводим на нее курсор мыши кликаем изменить здесь имя телефон все остается давайте вот название поменяем сюда кликаем по названию она будет называться у нас заказать не купить так и вот купить за клик так здесь все остается уведомление также купить за клик тема письма купить за клик все остается подтверждение также текст остается это давайте вот в поля перейдем во вкладку поля здесь мы должны добавить еще одно поле куда клиент будет вводить название товара кликаем по строка текста и здесь меняем на видите название товара и три точки давайте скопируем это то что мы не контуруция поле делаем необязательным заполнению расширенные опции замещающий текст вводим видите название товара и скрыть название поле длину не ограничиваем все отлично сохраняем изменения закрываем эту панель все форма у нас создана но теперь нужно сделать так чтобы форма консультация выходила во всплывающем окне для этого у нас есть вкладка pop-up maker кликаем по ней кликаем по кнопке в открывшейся панели кликаем по кнопке добавить новое всплывающее окно и здесь вводим название для нового всплывающего окна допустим консультация видео консультация и так на это название нигде не выходит просто но если вас несколько всплывающих окон это нужно для того чтобы отличать одно всплывающее окно другого вот здесь в текстовом редакторе мы ставим порсор кликнув сюда кликаем кликаем по кнопке добавить форму и выбираем название той формы которую хотим вставить во всплывающее окно это у нас консультация я выбираю консультация хотите может хотите хотите можете выбрать отображать название формы или описание формы я это не выбираю и просто кликов добавить форму ну и выравниваю по центру спускаемся в ниже приходим во вкладку отображения выбираем тему дизайна это lightbox лучше все это самая лучшая тема оформления всплывающего окна далее переходим в подкладку размер выбираем маленький размер минимальную ширину ставим 100 выбираем единицу измерения пикселей обязательно поменять единицы поменять единицы измерения или иначе будет окно выходить за рамки вашего экрана далее переходим в подкладку анимация выбираем самый лучший вид анимации это затухание движения скорость анимации ставим на максимум для того чтобы все плавно появлялась начало анимации выбираем точку с которого начнет свое движение всплывающее окно при появлении выбираем вверх центр переходим под вкладку позиция выбираем расположение то есть ту точку в которой всплывающее окно в итоге встанет это середина центр самый лучший вариант теперь переходим во вкладку закрыть для настройки кнопкой для настройки функционала закрытия всплывающего окна переходим в альтернативные методы вставим здесь галочку в этом чекбоксе для того чтобы закрывать можно было закрыть окно при клике за ее пределами и с помощью клавиши escape ставим здесь галочку в этом чекбоксе поднимаемся наверх кликаем опубликовать теперь нужно чуть-чуть поменять дизайн всплывающего окна вот тут есть окошко тем тем есть подкладка темы всплывающих окон заходим вот она что наше всплывающее окно если у вас другое другая тема сплывающего окна то другой выбираете пункт мы нам нужно сделать добавить нас будут на сайте всякие выделения всякие фишечки подчеркнуты красным цветом у нас нам нужно сделать границы этого всплывающего окна и фон красный и фон закрыть красным цветом значит фон под плывающим окном мы должны выбрать красный для этого вот кликаем по этому маркеру открывается панель выбора цветов внизу представлены классические цвета мы кликаем красный здесь вы можете смешивать да и убирать уровень насыщенности с помощью т.ф. вкладки до вот этой шкалы и здесь выбирать уровень прозрачности но я выберу классический красный цвет принципе вот так вот и для того чтобы закрыть эту панель просто за пределами кликаем далее переходим в контейнер здесь выбираем граница здесь выбираем стиль край это самый лучший стиль выбираем цвет также красный закрываем толщину не трогаем отбрасывание тени выбираем также красный цвет далее закрыть в вкладку закрыть переходим здесь фон выбираем также красным цветом сейчас все настройка всплывающего окна темы всплывающего окна завершена спускаемся ниже и кликаем обновить теперь нужно вставить нам еще кнопку при которой при клике по которой будут запускаться вот это всплывающее окно мы значит что делаем у вас есть вкладка макс батон для создания кнопки заходе в нее выбер кликаем и днию то есть добавить новую кнопку здесь вводим название кнопки консультации это нужно для того чтобы отличать одну кнопку другой если у вас будет их несколько здесь вот здесь ничего не вводим вот сюда не и сюда также не будем потому что у нас будет кнопка необычная она будет вызывать плывающее окно если бы она вызывала нам перед рисовала другую страницу сюда мы бы вставили ссылку на эту страницу здесь поставили галочку если захотели чтобы наша наша кнопка открывала какую-то страницу в новом окне но где текст сюда нужно ввести название кнопки который будет отображаться на к самой кнопки вот видите консультация здесь значит мы должны выбрать цвета у нас будет красный фон у кнопки и белый белый текст белая рамка слева вас видите здесь две колонки слева отображается настройки кнопки в обычном состоянии справа при наведении на нее курсора мыши и тут также есть превью окно в котором в сверху отображается кнопка в обычном состоянии и снизу кнопка как будет выглядеть внешний вид кнопки при наведении на нее курсора мыши как и сказал ранее на стиле будут одинаковые для боевых состояний поэтому текст цвет текста белый цвет текста при наведении белый пожалуйста выделилась все опускаемся чуть ниже цвет рамки кнопки белый цвет при наведении также белый цвет фона красный цвет фона красный если хотите добавить каких-то значит до 2 градиент то есть как бы подливку то сделайте активно этот маркер также добавляете цвет в обычном состоянии при наведении но я этого делать не буду поэтому я приведу в обычное состояние тут цвет также черный можно тень 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 которая сбрасывает кнопка черный поставить теперь значит мы возвращаемся вот к этой области это уровень закругленности углов углов кнопки мы можем поставить здесь 10 и видите со всех сторон сразу она круглилась то есть вот эти все стороны они связаны для того чтобы их на развязать то есть открепить друг от друга кликаем по замку и здесь можно слева 10 здесь пусть 4 да допустим здесь 4 и там 10 вот такая интересное округление появились у кнопки так это все хорошо спускаемся в самый низ и вот сюда в экстра класс нужно вставить класс всплывающего окна как который будет вызываться при клике по этой кнопки но пока мы спускаемся вниз и сохраняем изменения теперь заходим вот вкладка из popup maker где мы создавали всплывающие окна видите вот всплывающее окно которое мы создали консультация вот он как бы область с классами нам нужно скопировать вот этот верхний класс просто выделяем и копируем возвращаемся в макс батон в то в то область где мы создавали кнопку и переходим режим редактирования видите тут есть три ссылки идет редактировать копий копировать кнопку для того чтобы второй раз со стилями с этими не возиться и мофта трэш это мы можете можем можем удалить кнопку кликаем edit для редактирования кнопки спускаемся в самый низ и делают экстра класс просто вставляем класс кнопки все спускаемся вниз сохраняем изменения на этом создание двух форм а также сплывающего окна и одной кнопки завершено